Здравствуйте, меня зовут Каролина Прокофьева и это еженедельный обзор новостей «Минский курьер». Итоги единого дня голосования подвели в Беларуси, кого избрал народ, как отмечают столетие белорусского кино и яркий старт нового сезона проекта «Минская смена-2024». Об этом и не только в этом выпуске. Президент Беларуси Александр Лукашенко после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов ответил на вопрос, пойдет ли на следующие президентские выборы. Глава государства подчеркнул, что чем больше оппозиция будет напрягать белорусское общество, тем охотнее он пойдет на выборы. Ни один человек ответственный, президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Глава государства убежден, что оставлять президентскую должность в такой непростой и неопределенный период будет равнозначно предательству. Президент Беларуси встретился с генеральным секретарем СНГ, руководителем миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Разговор был об итогах единого дня голосования и анализе электоральных тенденций и процессов в целом. Вы видите, какая явка неожиданная, откровенно скажу. Я не ожидал даже, что у нас будет такая явка на выборах. У нас никогда не было в советы, в местные органы власти, в парламентские выборы. Никогда не было такой явки. Здесь нюансов хватает. В том числе и беглые нам тут со своими неуклюжими целодвижениями помогли. Ну, самое главное, люди поняли нынешний момент, правильно воспринимают, характеризуют его. И мы вот, исходя из уже моего опыта, пытаемся проанализировать ход кампании этой. И видим, что нынешнюю власть поддерживают более 87% населения. Однозначно поддерживают. Есть небольшое количество колеблющихся, но, естественно, есть и недовольные люди. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому в этом электоральном цикле нам надо анализировать и делать соответствующие выводы. Надо кое-что исправлять. Политическую повестку и деятельность президента Беларуси обсудили гендиректор агентства «Минск новости» Андрей Кривошеев, политолог Вадим Боровик и заместитель председателя Минго-располкома Артем Цуран в прямом эфире вечернего политического канала. Очень много моих коллег, назовем их так, обобщенно, кандидатов, все-таки вышли на улицу для того, чтобы осуществить свою основную функцию – это провести избирательную кампанию. Да, были встречи и в коллективах, все это тоже, атрибутика эта имела место, но то, что кандидаты выходили на улицу, я это отмечал по сравнению с рядом компаний, предшествующих в нашей стране, в том числе и до 2020 года. И, ну, скажем так, какого-то, если это взять моих однопартийцев, да, какого-то трепета перед этой улицей никто не испытывал. Это мне, прежде всего, говорит о том, что любой участник процесса чувствовал себя спокойно. Все выпуски вы можете найти на YouTube-канале проекта, а также каждый вечер по будням на радио «Минск» 92 и 4 FM. Заседание традиционного депутатского клуба прошло в агентстве «Минск. Новости». Оно посвящено предварительным итогам выборов депутатов в Беларуси. Оценил прошедшую электоральную кампанию председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров. Молодцы наши комиссии, молодцы органы государственной власти и управления. Но самое главное, молодец наш народ, который сплотился и пришел на избирательные участки и проголосовал своим сердцем за тех кандидатов, а уже можно с уверенностью сказать, что за вновь избранных депутатов, которые будут представлять интересы нашего города и, самое главное, нашей страны. Молодые и креативные. Около 350 человек стали участниками нового сезона «Минской смены-2024». Это уникальный городской проект, который объединяет молодых лидеров, привлекая их к решению социально-экономических вопросов жизни столицы. В Минске прошло торжественное открытие сезона 2024 года. Все проекты прошлого сезона были очень привлекательны и интересны, конечно, направлены в первую очередь на развитие города Минска. И не только. Универсальных проектов было очень много, которые, поверьте, можно применять не только к городу, к столице, но и в целом можно их реализовать на территории всей нашей страны. Итоги работы за 2023 год и основные задачи на 2024-й обсудили на пленуме Минского городского комитета БРСМ. Событие объединило секретарей районных организаций и лучших активистов Союза молодежи. Первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук в торжественной обстановке вручил грамоты инициативной молодежи. Год качества. В соответствии с этим, самая главная задача – это качественно проводить наши мероприятия, это качественно трудоустраивать нашу молодежь, более пристально подходить к реализации наших проектов. Мы всегда слышим и стараемся реализовать те проекты, которые молодежь нам предлагает. Шаг в будущую профессию. Столичная молодежь сохраняет традиции студотрядовского движения. Для желающих провести летнее время с пользой в Белорусском национальном техническом университете бойцы студотрядов рассказали о трудоустройстве, помогли выбрать близкое по духу направление и подготовили тематические викторины. Своим опытом поделилась комиссар студенческого педагогического отряда Екатерина Шульга. Чем будете привлекать? Интересными историями, которые происходили у нас в отряде, какими-то интерактивными играми и конкурсами. А как вы сами вообще пришли в это движение? Стали бойцом? Я познакомилась с ребятами, которые рассказали мне про это, показали, привели меня. Мне это очень сильно понравилось. Я начала в этом развиваться и сейчас я комиссар отряда. На одной волне со столицей. Радио Минск. 20 лет в эфире. Юбилей лучшей радиостанции города прошел 1 марта в торговом центре столица. Там звучала музыка, разыгрывались призы и царила атмосфера праздника. Сдать кровь и спасти жизнь. В 11-й городской поликлинике прошел день донора. Медицинские работники сдали кровь в стенах своего медучреждения. В числе первых администрация поликлиники во главе с главным врачом Ириной Болдыревой. Я сдаю кровь впервые для того, чтобы быть донором для тех людей, которые нуждаются в донациях крови в силу тех либо иных заболеваний. Ну и для своего здоровья, потому что сдача крови, в общем-то, обновляет нашу кровь. Прийти на забор крови может абсолютно любой здоровый гражданин Республики Беларусь, если он старше 18 лет. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Служим закону! В Беларуси 4 марта отмечают День милиции. Накануне руководства столичной милиции ветераны, родные и близкие героев, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания у памятника сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД Республики Беларусь. О важности помнить рассказал начальник УВД Мингородсполкома Михаил Гриб. Двери и министра внутренних дел Республики Беларусь и мои всегда для этих людей открыты. Конечно же, здесь мы возлагаем цветы с молодыми сотрудниками, членами семи погибших, для того, чтобы почтить память всех тех людей, которые отдали свою жизнь за порядок и безопасность в нашей стране, конечно же, на территории города Минска. Праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции, прошел во Дворце культуры профсоюзов. Пообщаться и насладиться культурным вечером собрались представители различных служб и подразделений столичной милиции, ветераны, молодежь и их семьи. Я семья военнослужащего, я был готов к этому. И всю жизнь меня отец тоже по всем мероприятиям привлекал. Я знал, куда идти, я знал, что такое служба. Но по своему зову сердца выбрал службу исключительно в органах внутренних дел. Потому что, скажем так, в вооруженных силах фамилия отца была уже известна в определенных местах. Я решил начать дорогу самостоятельно. В последующем я нашел супругу, у нас милицейская семья. Кинологи, пожар на кухне и дым-палатка. Что делать в экстренных ситуациях, узнали участники акции «Безопасность в каждый дом». В игровой форме ребятам показали, что можно избежать опасность, соблюдая простые правила поведения. Дети переоделись в форму работников МЧС, кто-то сел за руль служебного автомобиля. И все это под чутким присмотром профессионалов. Цель акции выделила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. Статистика показывает, что наиболее распространенной причиной происшествий в Беларуси являются пожары, собственно, и гибелью людей от них. Наиболее частной причиной возникновения этих происшествий является именно людская обеспеченность. Поэтому наша задача предупредить происшествия, связанные с гибелью людей, в принципе, с пожарами и с безопасностью на водоемах. Поэтому такого рода мероприятия проводятся регулярно. Мы продолжаем знакомить зрителей с теми, кто трудится на благо страны, пока город спит. Профессии нужны миру – врачи, милиционеры, водители общественного транспорта, охранники и пекари. Новый выпуск проекта «Город засыпает» посвящен тем, кто каждый день рискует своей жизнью – огнеборцам, пожарным спасателям. Как проходит их непростая служба, узнала наш корреспондент Дарья Ашманкевич. У работников МЧС нет понятия «дневная» или «ночная смена». Они работают круглосуточно. Дежурство начинается в 8 утра и длится ровно 24 часа. Когда приходит вызов, внутри какие-то смешанные чувства. Ты концентрируешься больше на этой тревоге и бежишь, надеваешь боевую одежду, и уже все, что было до нее, переключаешь внимание на вот этот вот вызов и строишь свое мышление таким образом, чтобы уже идешь на спасение людей. Век кино. В декабре этого года отечественный кинематограф отметит 100-летний юбилей. Это большое событие для актеров, режиссеров, критиков, кинопроизводителей и тех, кто совершает бесценный вклад в белорусское кино. Показом отреставрированной картины «Лесная быль» стартовал республиканский фестиваль «Киновек». Любители отечественных картин уже наслаждаются родными и такими душевными фильмами. Особенность белорусского кино подчеркнул генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм» Юрий Алексей. Самое главное, что мы сохранили наш почерк, мы храним через нашу продукцию традиции белорусского народа, несем нашу культуру. На этом надо базировать основу и воспитывать наше молодое поколение. Понедельник – день тяжелый. Почему бы не провести его в атмосфере легкого погружения в мир творчества? Мы открываем новую рубрику «Культурный понедельник» с Валентиной Трубач, в которой будем рассказывать вам о последних тенденциях в мире искусства. Первый выпуск был посвящен Международной выставке художников-интеллектуалов «Сайр Сизм». Помог разобраться в абстрактном искусстве ведущий научный сотрудник Михаил Мирошников. «Сайр Сизм» от латинского «наука и искусство». Сергей Дождь считает, что искусству и теории искусства не хватало позитива. На самом деле его абстракция, треугольники, квадрати, особенно круги в квадрате – это низовые эмоции, регулируемые ментальным сознанием. Солнце уже радует нас на улице, и погода с каждым днем все теплее. А значит, пора менять зимний гардероб на яркий весенний. Как выглядеть необычно и при этом не нарушать офисный дресс-код, разбиралась Ульяна Ермоленко. Выгляжу почти стилево, потому что мы забыли пиджак. И получаем вот такой вот, можно сказать, школьный, нестандартный образ или такого достаточно интересного, креативного начальника, ну или суперклассного сотрудника. Весна, пора тепла, любви и цветов. Познакомиться поближе с тюльпанами, розами и сиренью можно в Ботаническом саду на выставке «Дыхание весны». Наслаждайтесь этой прекрасной порой вместе с Минск Новости. До встречи на нашем YouTube-канале.